Он снова выходит на маршрут голый. С ангельских троллейбусов сняли все дорогостоящее оборудование для электронных проездных. Смена Александра Горшкова пришлась на первый день эксперимента. Говорит, за два месяца, что опробовали систему, услышал много интересных выражений и узнал земляков с неожиданной стороны. Лазили через эти заграждения даже взрослые мужчины. Даже почти дед там перелез через нее, перепрыгнул, как молодой. Молодежь нормально проходила, им весело было, как развлечение. Александр уверен, эксперимент провалился, потому что электронных проездных было мало. Пассажиры считают, перевозчики над ними просто решили поиздеваться. Дурдом настоящий. Особенно, когда много народу проклинают семиэтажными всех. Вы знаете, сначала как-то беспривычно было, а потом как-то привыкли мы. Привыкли, все люди привыкают. Ну, если не полные руки, то удобно. Но когда с полными руками, очень неудобно выходить, потому что не знаешь, куда чего девать. Мы уже, мы еще не подготовлены так, как в столице. Руководителю Энгельс Электротранса остается только разводить руками. Прежде чем начать эксперимент, Александр Кузьмин ездил в Раменское. В Подмосковье эта система успешно работает. Говорить там, благодаря электронным проездным, выручка предприятия выросла чуть ли не на 100%. В Энгельсе эксперимент не удался. От меня или от нашего троллейбусного движения, от моих маршрутов, народ ушел на другой вид транспорта. Где-то порядка я в месяц потерял до 300 тысяч выручки. Саратовские власти тоже подумывали о введении электронных проездных. Ждали, чем закончится эксперимент у соседей. Несмотря ни на что, отказываться от идеи перехода на безналичный расчет не собираются ни в Саратове, ни в Энгельсе. Будут искать деньги и другое, более удобное оборудование. Анна Головчинская, Александр Кравченко, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова